Глава города потребовал провести служебное расследование в 56-й школе Саратова. Поводом для обращения послужила анонимная жалоба, которую оставил житель города на одном из интернет-ресурсов. Письмо говорится о том, что в школе существуют так называемые поборы, при этом сам образовательный процесс учителя не контролируют. В ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. Вот та самая анонимка, наделавшая много шума. От имени родителей учеников школы неизвестные жалуются на качество образования. Пишет, что успеваемость на нуле, причем педагоги постоянно требуют денег. То на ремонт, то на посадку цветов. Попечительский совет наш работает абсолютно прозрачно. Он вот стенд, здесь вывешиваются все уставные документы, расчетный счет есть. Она до сих пор негодует. Директор школы Марина Радаева уверена, кто-то сыграл с учителями злую шутку. То, что в анонимке называют поборами – попечительские взносы. Они составляют меньше 200 рублей в месяц, и это не обязательно. Платят родители, которые могут. Существуют и платные услуги для расширенного изучения иностранных языков. Проводятся платные образовательные услуги по многим направлениям. Но в основном, как я уже сказала, что у нас школа с углубленным изучением иностранных языков, мы даем возможность ребятам подготовиться к диплому международного образца по иностранным языкам. Найти родителей, недовольных поборами или качеством образования нашей съемочной группе не удалось. Все, кого мы опросили, говорят, школой довольны, денег не требуют. Я не сталкивалась с обычным попечительским взносом, как и во всех школах, и даже меньше по количеству денег. И как вот иногда сравниваешь в других школах, в принципе, очень даже адекватно. Медали, грамоты им есть чем похвалиться. Директор недоумевает, кто мог написать такую анонимку. И как можно делать заявление о том, что дети учатся на тройке. Школа с углубленным изучением иностранных языков. Дети бесплатно ездят на стажировки в Европу и потом получают дипломы международного образца. Многие родители, особенно начальные школы, не имеют возможности встречать своих детей, провожать и так много времени проводить с ребенком. И, скорее всего, может быть, бабушка, которая что-то недопоняла, не услышала и хотела бы проявить такую заботу о внуке. Хотя это крайне неприятно. Неприятной станет и служебная проверка. Глава города Олег Грищенко поручил разобраться в ситуации комитету образования. Он заявил, что каждый случай, требование дополнительных средств, должен быть выявлен. А руководство школы тем временем готовится выйти с ответной жалобой. За клевету хотят подать на неизвестного родителя в суд. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Глава города, между тем, обращается ко всем родителям с просьбой сообщать ему о случаях необоснованных взносов. Олег Грищенко предлагает писать ему в Твиттер, либо звонить в приемную по телефону 26 48 98. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова